Идем максимально прямым, потому что мы не знаем, что может быть впереди. Если дверь открывается внутрь, соответственно, мы находимся здесь и приоткрываем. Допоним тогда помещение, мы проверяем каждое помещение, которое у нас есть. Я за профессией музыкант, хоровой дирижер и музыкант, но вот тут помогаю вот так. Вот одевали баллоны, одевали маски, я это первый раз одевал. И скажу, что это тяжело, это реально тяжело. Это тяжелый баллон, вроде там 12 килограмм, но когда ты поднимаешься, это все на второй этаж, и сложно дышать. Наша основная задача провести разведку помещений, обнаружить пострадавших, если такие есть, и чтобы ребята практически почувствовали, как эта работа пожарных именно на себе. Отработка идет приближенной к реальности со всеми экипировкой. У ребят сейчас это просто аппараты маски, чтобы они попробовали на себе, а у наших, соответственно, это уже полная экипировка, носилки, системы спуска и все, что необходимо. Давай-давай-давай-давай-давай. Где человек? Задача есть статисты, есть двухсотые, ну то есть вероятные уже все, двухсотые и вероятные трехсотые. То есть мы их прячем в разных помещениях, и здесь мы отрабатываем либо на запах, либо вообще без запаха. Сейчас вот вы видели работу в чистую. То есть здесь они работали по-чистому без запахов. Очень много разных запахов, но собака должна найти непременно именно человека, запрятанного. Это довольно сложная работа, потому что среди толпы народа собака должна все-таки отличить того, кто нуждается в беде. Мы заходим со спасателями. Задача собак найти, дальше уже задача спасателей вытащить, перетянуть и так далее. Задача собака была найти двух, трехсотых, або двухсотых. То есть собака мала найти их по слядах, по запаху крови, с чем собака и впорвалась. Сейчас готовится развертание пункта обогрева, чтобы, в случае, надзвичайной ситуации, мы могли быстро реагировать на вызовы. И сейчас ставим полевую кухню. Мы натягиваем палатку, чтобы сделать ее более стойкой и чтобы она могла защищать людей от ветра, от дождя и от всего остального. Сейчас мы натягиваем стропы, чтобы сделать нашу конструкцию более надежной. И все. Очень просто. Если случается какая-то надзвичайная ситуация, и нужна будет помощь, то добровольцы – это люди, которые уже научены, которые смогут приехать и эффективно дать помощь, в первую очередь, рятувальникам ДСНС, ну и в том числе уже тим людям, тим постраждалим, которые цього будут потребовать. Если взять ту же саму Сергеевку, когда 1 и 2 липня после ракетного обстрела, рятувальники ДСНС работали там два дни, два помнят дни. Это, на самом деле, очень тяжелая физическая работа, и не хватало рук. Например, там добровольцы-рятувальники нам бы очень помогли.